Ребятушки мои, всем здравствуйте! Вы на канале Пиратская Жизнь, с вами, как всегда, Ниночек. И у меня, как всегда, очень вкусный ужин. А что же у меня сегодня на ужин? Это отварная гречка. Вкуснейшая. У меня вот такое бедрышко. Вот такое бедрышко красивое, смотрите. Вот, также у меня вот такой салат чука. Вот, это из водорослей. И вот морковочка у меня есть. Ой, я уже проголодалась, девочки, у меня уже просто слюни текут, слюни текут. А пить мы с вами будем очень вкусный сегодня лимонад, лимонад. Тот, кто смотрел предыдущий выпуск, он знает, что у меня за лимонад. Ну, а так, ой, я считаю, я заслужила сегодня такой лимонад. Я героически выдержала брови, девочки. Сейчас, открою. О, все, открыла. Героически выдержала мои брови. Многострадальные брови, которые уже, знаете, измучены, измучены, так сказать, нарзаном. Куча денег в них уже вложено. Я надеюсь, что результат у меня будет великолепный. Да-да-да. Можно будет наслаждаться. Ну что, давайте за все хорошее, чтобы, наконец, моя эпопея закончилась. За здоровье, за счастье, за все самое замечательное. Что, давайте. Вовчика нет, поэтому чокаюсь с вами. Вова, она сегодня на работе. А я проголодалась. А я такая. А я такая. Ням-ням-ням. А, давно-то гречку не ела. Что-то так захотелось. Прям вообще. Что-то там говорит полезное. И я тут чё-же кушаю. Вот, у меня недавно уехали родственники. Была сестра Вавана. Вот. Хм. Хм. Забрали гостинцы, которые я передала матери. Вот. В общем, всё нормально. Посидели, поболтали. Кое-что передала. То, что из Василька заказывали. Вот. Все уехали довольные. Охладились у меня тут. Говорит, там очень жарко у них. Говорит, причём в нижней части, где они живут, у них там жарче, чем у нас в верхней части. Ну, я не знаю. Я там в нижней части никогда не жила. Возможно. Но у нас, конечно, тоже сегодня пекло. Говорит, вот сегодня спасаюсь только кондиционером. Но, честно хочу сказать, кайф полный. Мм. Так что, если вы ещё думаете насчёт кондиционера, девочки, я уже вот просто понимаю, насколько это здорово иметь кондиционер. Мм. Так. Такой салчука. Это у нас водоросли. Такие зелёные. Очень, кстати, вкусные. Мне нравится такой салат. Я там попробовала в спаре. Прямо глибилась в салат. Мм. Хрустяще. С чесночком. Как я уже говорила, всё, что с чесноком, я люблю. У вас есть чеснок, присылайте. Лишний присылайте. Ой, проголодался я. Что там? Так проголодалась. Мы с девчонками, там, с сестру и племянницей посидели. Прутиков поели, поболтали. Вот. Потом что-то я села, работала там. Вот. И совсем забыла поужинать. Потом с Вовчиком созвонилась, там, туда-сюда. Свекровь позвонила. Вот. Говорит, доехали. Поблагодарила за, так сказать, дары. Вот. И сказала, что, оказывается, она Вовчика просила только этих... Ну, всяких ягод. Типа черешни, там, и прочее. А я тут, понимаешь ли, ещё целый продуктовый набор отправила. Ну, как-то так получилось. Мне не сказали, что конкретно надо. Или я ресторалась. Ну, в любом случае, я считаю, что правильно сделала, что отправила. Человек будет доволен. Вот. Вот. Сидели, сейчас полчаса болтали. Вот. Она рассказывает то, всё. Да, Вовчика ругается. Говорит, редко звонит. Упёртый он очень сильно. Говорит, в деда он пошёл. Оказывается, вся его упёртость, вся вот эта вот настырность, её... Ну, такая, знаете, вот... Неподъёмная. Ну, упёртость, упёртость. С другими словами, да. Оказывается, это у него по генетической линии. Вот. А вы говорите, что он тебе там это не дарит, что он тебе вот это вот не дарит. Гены. Гены. Ну, я сама себе выбрала такой крест. И, в принципе, знаете, иногда хочется прибить мужа. Но иногда хочется прям зацеловать. Не знаю. Вот я сама такая, знаете, странный такой человек. Причём вот всю кровь будем звать её мамой. Не, ну, действительно, я как бы с ней уважительно общаюсь. Вот. И она говорит так, что у него дед был такой, отец у него такой, и Вован такой. То есть, по мужской линии деда вся упёртась, она у них в крови. Сейчас, кажется, звонила Вовану, отчитала его. Говорю, мол, так и так. Давай звони почаще. Не получается часто туда ездить. Но всё равно стараемся. Потому что очень далеко живём. Вот. я говорю, блин, звони давай. Представляете, уже я звоню. Вот. Ну, тем не менее, она довольна. всё передала. В общем, она счастлива. Счастлива. Ну, вообще, мне кажется, стоит, стоит баловать стариков. Потому что, на самом деле, веках недолг. Нужно всегда находить время на них. Чтобы просто их выслушать. Да, может быть, сходят с стороны, показывают, что скучно, что там разговаривать, там, о таблетках, здесь болит, там, болит. Но стрекам нужно вот это вот внимание, когда их просто выслушают, поймут. Так что позвоните родителям. Особенно, если вы живёте далеко. Вот так вот. Такие дела. Так что неласковый у меня Вован по генетической линии. Вот ругали его. Сидели, ругали вместе. Потом я им позвонила, потом я его ещё упругал. Знаете, он уже не поменяется. Он уже не поменяется, он уже вот такой человек. Либо находить к нему ключик, подход, либо уже просто принимать его таким, как он есть. Скажем так, это, типа, немой крест, туда-сюда. я с тобой расстаюсь и прочее. Ну, понимаете, все характеры разные. Меня тоже можно, например, за, так сказать, зарукать. Что я там взрываюсь, там, такая-сякая, то есть, как-то командую. То есть, тоже не каждый мужик меня может понять. Понять и принять, да? Но у каждого человека свои тараканы в голове. Поэтому я считаю, что вот так вот бросать и как-то ставить крест на человека никогда нельзя. О! Обязательная вакцинация для тех на работе, к кому приходится много общаться. Кстати, сейчас поговорим. Я поговорила с сестрой. У нее сестра работает, короче, на заводе. Вот. Она вам тоже рассказывает. У нас было собрание. Вот. И сказали, пока, понимаешь ли, вежливо вас просим. Пока по-доброму вас просим всех вакцинироваться. Потом, в противном случае, будет как в Москве. А как у нас в Москве отправляют в отпуск за свой счет. То есть, не увольняют, а в отпуск за свой счет. По сути, то же самое увольнение, только сохранение места. И пока ты, грубо говоря, не вакцинируешься, тебя не примут. Ну так, ну пока у них вроде такое на заводе не ввели, но понижается. так что, я думаю, рано или поздно всех заставят. Кстати, племянница у него тоже сделала вакцину. Но ей надо, потому что она едет вожатой в лагерь детский. Вот. И, соответственно, так как она будет общаться с детьми, все вожатые обязаны вакцинироваться. Вот она сделала вакцину в пятницу. А кто у меня будет вторая? Она там на какую-то смену едет, по-моему, в августе. Да это рука не имеет. Но, в целом, здоровая девчонка приехала, веселая, хорошая, красавица. Так что, не знаю, тоже Вовчик еще, знаете, скинул сегодня информацию. Ну, здесь на работе ему делать нечего. По форуму лазит. Пришла информация, что, типа, в Турцию с 1 июня Турция отменяет ПЦР-тесты для тех, кто вакцинировался. То есть, если вы собираетесь в Турцию и вы вакцинируетесь, то вам не надо делать тест. Вот. Там какие-то еще условия есть. Но, это, конечно, лучше уточнить непосредственно в агенции, где вы покупали тур. Вот. Плюс, там, что требуется? Там требуется обязательно вот эта регистрация на сайте Минздрава Турции. Вот. Вот. Вирус стал не только опасным, но и здоровым. Вот. И еще там какой прикол рассказывает. Жалко, конечно, что по возвращении все равно нужно сдавать этот двойной тест. Вот, если бы еще его отменили для россиян. Было бы вообще замечательно. Ну, или хотя бы один аром сделали. Ну, конечно, двойной, но нафига двойной? Я не понимаю. Ну, а так, вот видите, сужают рамки. Рано или поздно всех заставят. у тебя вылечит, у меня вылечит. Нет, честно, я не боюсь. Я не боюсь. Я хочу сделать. Уже сегодня позвонила вам в гемотест. Вот, хочу, может быть, завтра, может быть, послезавтра. Ну, сходим и зададим анализы на антитела. Ну, а там уже будем танцевать. Кстати, там по поводу Турции. Там еще в статье была тема, что типа переболевшие тоже считаются. Но переболевшие не позднее, чем полгода. Вот. В общем, как я поняла, у переболевших должен быть официальный документ. Не просто те, которые, так сказать, дома переболели, а те, у которых есть официальный документ, что он переболел. Я вот не знаю, где его убрать. Он, скорее всего, на госслугах. Вот. Так что вот. Такие дела. Ла-ла-ла-ла-ла. Костичка. Ой. Вкусно. Какое вкусно. Девочки, я что-то так проголодалась. Что-то хотела тут промежутки супа поесть. Горохова. Ничего-то не стало. Думаю, не буду. Потому что сейчас наешься, потом еще наужинаешься, перетерпела, детерпела до ужина. Это, кстати, интервальное голодание. Что-то типа того. А в Москве, видите, что делать? Если вы общаетесь с людьми, в обязательном порядке должны вакцинироваться. Но я даже, знаете, я просто хочу быть свободной. Нужно рано или поздно заставить всех. И тут же хочешь, не хочешь. Хочешь работать и получать зарплату, вакцинируйся. Не хочешь? Все эти дома засвучат. Вот так вот. И тут уже не право вот это вот. Сходить в кино, туда-сюда. Как мы сегодня уже с Саидой поржали. Что сегодня вот так вот делала, что вот так вот делать? На самом деле, надо уже сделать себе все. Кожнее будет. Говорится, какие-то последствия не могут быть всегда. Сырки, зоопарки. Все очень просто. Кстати, племянница, знаете, что я сказала? Я сказала, чего у тебя какие-то там, ну, спрашивать? Нет, ничего. Проверили сатурацию, давление и пульс. Все. Пошла и делала. Две минуты. Ну, такие дела. Ну, она показала руку, у нее до сих пор осталось вместо укола. Говорит, руку? Руку ломит. Месяцами откладывали. Телек, честно, смотреть вот не стоит. Так что там только вот будут уши дуть и прочее. Я основываюсь на реальных историях. Реальная история говорит о том, что уж лучше вакцинироваться и жить спокойно, чем сидеть и бояться чего-то. Бояться заболеть, бояться, что тебя управляют в отпуск. Вот. И вообще какие-то, видите, плюшки, преференции. Кстати, что тоже рассказали. Первые вот Наташа рассказала, что у них на работе, когда вот только пошла вот эта вот вакцинация, у них на работе кто-то вакцинировался и там еще раздавали купоны на 2000 рублей в ленту. Вот если бы вот так и делали, я думаю, так лучше было бы рассказывать. У нее муж, короче, работает дальнобойщиком. Вот. когда фуру разгружает, у него, он работает с продуктами, у него обязательное условие, чтобы он был в шапочке, в перчатках, в маске и в халате. Если какой-то из этих условий не соблюдается, ему сыр и штраф. Потому что, грубо говоря, он там в фуре должен все это разгружать. вот и вот на том, что уже рассказала, все говорит, на работе, прям вообще строго, очень строго, куча проверяющих, чтобы все носили маски. Если вот так немножечко спустишь, что невозможно, то уже сразу тебе пролетает штраф. вот такие дела. В общем, как-то все чересчур серьезно. Вкуснятина. В общем, сделаем мы вакцину и будем спать спокойно. Ну, я буду спать спокойно и буду знать, что я теперь могу спокойно и в Турцию, и в Таиланд, и везде, везде, везде. Потому что рано или поздно заставит всех. Не хочешь по-хорошему, будет плохим. Не до сих пор, так как-нибудь. В принципе. Ну, а как мы по-другому поборем с детьми о пандемии? Ну, а как? Как? Что-то все переболеют. У нас просто медицина не справится. Хотите сами переболеть и получить собственный иммунитет? Посмотрите, как болел Вовчик. У нас на канале в новогодние праздники как он болел. Посмотрите. Будет интересно. Как человеку было плохо, как он дышает, как температура была. для тех, кто не верит в пандемию. У тебя коронавирус он еще стоит. Я лично все это видела. Поверьте, ничего интересного нет. Последняя курица. Не знаю, что будем готовить все еще раз. Надо что-то приготовить. мясное. Ой, мне так подороскуется. Прям балдеж. Москва Путина. Скоро же летом. 30 числа. У Путина стрим. Я сегодня, кстати, привела стрим. Ну, для вас уже вчера. Ничего так, посидели, поболтали. Приятненько. Прямой эфир. Прикольно. Может быть, тоже написать. Кстати, у вас был опыт? Ваш вопрос попадал когда-нибудь к Путину? Я пару раз писала вопрос. Правда, он не попал. Хотя, мне кажется, там все вопросы, они уже заготовлены заранее. И далеко не от людей. Хотя, наверное, это. Девочки, сидишь, кушаешь вкусно. И так от тебя далека вся эта пандемия. Так тебе это хорошо? Что-то я с таким удовольствием поела гречку. Ты еще лет ее не ела. Нямочка. С курочкой. С курочкой. С курочкой. С курочкой. Можно даже, видите, те, кто больше месяцев переболел. все понятно. все наелось. О, вообще от души. От души наелось. О, какая прелесть. Красота. Девочки, я счастлива. Я просто счастлива. Давайте. За нас красивых. За нас счастливых. Курочка. Люблю вас. Люблю вас, мои хорошие. Главное, будьте здоровы. А если будьте здоровы, то все у вас будет. Все. Больше ничего не хочу. А пью потом запью. Лимонад, лимонад, извините, лимонад. Я шучу. Кто знает, кто знает. Все. Увидимся с вами уже завтра. Завтра будет вован. Может быть, завтра сдадим кровь на антитело. Кто знает. Если встану. Все. Всем спасибо, что порылись со мной целый день. Девочки, брови, кстати, что хотела сказать. Видите, они стали немножко поярче, но это за счет красноты. А вот этот ремовер, он поднял краску из глубинных слоев кожи наверх. Ну, когда живет, будет лучше. Вот. Ладно, всех люблю, всех целую. Увидимся в следующих выпусках. Не скучайте и не болейте. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok.